бесплатно сука вот в чем проблема все шутишь я смотрю есть в камеру ты смотрит у нас нет времени ждать нет времени ждать у нас нет времени ждать я из района откуда вылазят на я просыпаюсь вокруг меня роль от дерьмо город во тьме и мой двор скоро будет похож на холодный бабулька не оценит скажу что чё твой друг куриц так ты же и засушить эти говорю не надо было бы но я в курсе и бас-бустер да еще да и два sony искала все полить как приехала в колхоз имени мечурина так и знала от его словно сердце чуяла мимо девочек знакомый очень сильно любит капусту тушеную нет вроде чё так пули их поливаешь как надо их надо пить пипец как поливать ладно начнем на пью то чтобы у тебя получишь блин я так жалко не жалко а ты каце упал и а а а а а а а а а я просто говорю отойди бад, я пойму уйди, я тоже себе говорю, уйди бабу уйди ну не надо мне просто следить за мной, ты что я делаю сейчас крутой твоя фамилия сейчас всем расскажу как это фамилия реально лошадинский поехали ко мне мы там шашлы пожарим в огне выпьем мартини или вина здесь глубоко? нет тут раньше все в деревьях было там видишь там скосили из-за того что там даже не остались тут много кто косит траву а тут раньше знаешь как речка была тут вода холодная и речка была вот так вот смотри так вот эти деревья росли вот прям как там видишь? вот так было на всем протяжении ну вот тут вот рубить ее сколько раз пытались видишь? типа ну выебывались там топор взяли эти костер сжечь думаю вот вот чуть-чуть прорубили все уже доебали жена написала да ну вас нахуй я ничего не знаю я проглотил на свай голой жопой сел на свай я с детства ненавижу котов хуесосов всем нахуй добрейшее утречка с вами Саша Джаггернаут кто с башкирии тот знает что существует такой праздник Сабантуй и проводится он в первые недели лета так вот у нас сейчас аналогичная ситуация год назад еще я ходил то же самое снимал у меня тачка вроде даже и тут и стояла или вон там даже чуть подальше Сабантуй жарко? нормально давай смотрим давай так ага вот вон я вижу еще цель улыбайтесь фотографии вкладные с 50 рублей я на видео записываю какие охеревшие и как ни странно тут что-то очень мало народу хотя утро самый разгар я вот год назад я подъезжал ближе к обеду погода правда была намного поприятнее то есть сейчас пасмурно и ехать на машине это было в принципе правильным решением вот к чему это я народу очень мало по сравнению допустим с прошлым годом то есть у меня вот тут я еле как нашел место а сейчас вот можем тут везде все поставить сейчас я на данный момент один что-то меня все решили кидануть все вырубали мобилы вот ну ничего похер я год назад в принципе тоже ходил пока снимал один а тут раньше еще гайцы стояли почему-то тут их нету и проезд свободный это очень странно вижу цель бесплатно все халява прокатилась успех ушел помаши ручкой ха 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 докопался сутки нет? до кого? до всех да нет мне надо это с кем-то чтобы кто-то со стороны записывал а я такой вот давай репетиция добрейший вечерочек как вы как вы оцениваете данное мероприятие? до идти никак я только еще приехал блин ну у меня это текст не подготовлен а по сравнению с прошлым годом как? я только приехал погода как? заебись? я только приехал сдал экзамен кстати? да ну почему я не удивлен слушать? давай давай брат заглох в общем сейчас тут народу нету давайте расскажу вам я как это было по сравнению с прошлым годом в прошлом году было реально больше народу и больше всяких киосков то есть в прошлом году я купил себе три сим-карты с этим с бронзовым номером что ли да вот так вот это называлось в общем три одинаковые цифры оканчивался номер вот сейчас же я тоже в надежде думал сейчас еще каких-нибудь номеров прикуплю забронирую нету ни билайна ни мегафона никакой другой связи ну или я просто в шаре долбился подкачала еще погодка тут ветрено я в свитере хоть и запарился сейчас но в футболке в одной ходить тоже не вариант потому что в любой момент может пиздануть дождик вот а машина у меня как бы припаркована далеко мне до нее сейчас пилить еще метров пятьсот так а там получается укрыться абсолютно негде там нету никакого я не знаю никакой крыши искусственной то есть там если только сцена но на сцену все эти люди там они не поместь сейчас мне показалось ли чуть-чуть дождь покапал ну да ладно в общем я уже на полпути к машине но ничего интересного на этом сабанту и не было короче смотрите кто едет сзади и угорайте жириновский решил пиар купить у какого-то милюзовца с флагом лдпр катается вот ребята время прошло и мою машину загородили вот это вот называется я паркуюсь как мудак получается все поставили машину так вот бачком а я вот так и такой круз классный ёпта вот это у него оптика не знаю не знаю не знаю не знаю что не знаю под левил спой зеба санек ну спой ну сань сейчас сам себя будешь слушать весело пиздец мне мне сейчас ильшат песенки кидают я привитю не ребята сегодня воскресенье последний день подготовки к пробегу сейчас мы поедем за генкой возьмем у него навигатор потом зарядник от на этого навигатора у него где-то в другом месте потом я запишу небольшой подкастик по этому поводу выложил по быстренькому на youtube на оба свои канала ну как бы анонсирую свой пробег потом уже завтра завтра вечером я уже подрываюсь до уфы а с уфы дальше по городам урал еще не забыл как включать я молчать молча лиры сашка ну сейчас за тобой выехали уже учить валенок вот так вот зафиксирую его и сам на подкрути а не камеру блять а тут столовка есть смысл за знакомый был с магазина драйва это где я вот это вот все закупаю почти все акустику ты в скором времени он не перетянет крышу в черный глянец сейчас им договорился как пленка появится он по сути не задорого это все делает там 22 500 вместе с работой пленка там все дела конечно да это не будет как у давида че там что одна переклейка машина стоит 300 тысяч для машин так сама вся стоит вот просто так какое-то индивидуальное отличие ребята заправились мы на 568 рублей и знаете что мне нравится чем мне нравится вообще газ пропан конечно многие кто говорят что здесь как убивает движок я движок новый по сути 12-го года только вот и пробег у меня только 34000 газ переключимся сработал так вот в общем чем мне нравится газ на вот эти вот 500 рублей которые заправил я проеду ну километров 400 так получается мы замеряли еще год назад когда ездили на автопробег танков онлайн мы замеряли в общем-то с генкой заправились ну хорош тут же нет камеры заправились в общем да рассказываю смысл такой что мы от этой заправки до уфы и обратно проехали в общем то за 500 рублей то есть заправились на полный бак вот и нам в общем то хватило мы обратно приехали у меня еще оставалось гонять ну по городу чуть-чуть так один раз кружок дать вот в этом плане пропан это очень выгодное решение нежели бензин пока бензин стоит уже по тридцатку я то точно не знаю сколько стоит бензин давно не заправлял вот у меня лампочка горит вот то пропан же стоит 15-16 рублей это в зависимости от места где вы заправляетесь и от того как раз пиарена заправка если она известна и там очень много у нее клиентов то конечно же там будет какая-то своя наценка вот и в этом плане пропан для дальних поездок но это просто находка мне кажется есть конечно же еще и метан оборудование метановое стоит гораздо дороже не что-то мне вот один охранник говорил я получается когда ставил машину на стоянку у меня охранник спрашивать его у тебя чё какого года машина я и я ему сказал что мне стоит пропал от кучу хотя бы сотку едет я так улыбнулся на грея стрелку ложим вот куда ладно серьезно почему так давайте пропан он не убирает вас как максимальную скорость он возможно у вас уберет несколько лошадиных сил то есть в плане несколько это сколько ну примерно как кондиционер пропусти брата так кстати место как раз тут это под компрессор вот в общем то типичная проблема в которой у меня отрубается усилитель ну это конечно провода гонимые в общем предохранитель так оборванный или нет вроде нет а сука вот в чем проблема вот мразь предохранитель это целые ремонт мозги ебез в общем все ребят сделал я этот паскудный ремонт блин конечно плохо что я его зажал вот этой вот сидушкой учатся на которой именно сидеть и когда пускаешь спинку очень сильно натягивается и вырывается вот так вот ну конечно же видите я лучше так не буду допустим в пробег я уже эти душки опускать не буду потому что я их опускаю для того чтобы там больше басовое давление было и так далее чтобы именно бас долбил не в багажник а непосредственно мне салон в общем такой небольшой лайфхак в общем вообще серия про автозвук будет может через недельку и через две вот а потом уже катушки на мотоцикле короб я у тебя сегодня заберу валёк так силовые провода оставлю только никуда не поеду они еще на один чулок пойдут надо вдруг надо так клемма вот клемма главный колесо уже вообще нахуй не видно так нормально это ветер херносышку видно видно не видно видно жигуты тут еще что-то лежит открой пожалуйста ой тут ключ мой лежит я бы сейчас вальку его отдал бы так саша жага так скачок сын целый так вот эту вот залупу тоже надо взять в принципе сейчас мне ее залью это стокола если дождь пойдет то эта залупа вообще прям пригодится она у меня я когда от Анура ехал она у меня как раз таки закончилась ну ладно еще была в багажнике я ее залил так ВДшку я брать не буду спойлер возьми хахахах я оценил твои юморок ей рейс фрейерок по смесь в казе а теперь в жизнь косу с собой возьми рубить будешь там ты все шутишь я смотрю? ей везде чем в камеру ты смотришь фрейерок я думаю колесо брать не брать ну блять че дрифтить что ли будешь что шошу�� бортируется ну Да не то, что разбортируется, только там прокаливаются. В смысле ты моя телескопичка доставал? В смысле, они так и лежали? Ага, пизди, они вот там лежали. Пиздишь, как дышат. Колескопячка. Что с ними делал? Бил. Кого? Людей. Молодец. Эх, там руки ведь они такие. Отпусти провод. Стабилизатор, блядь. Приветствую всех, ребята. Меня зовут Саша Джаггернаут. И буквально на этой неделе это будет... Какое число? Подробная информация о том, где я нахожусь, в каком городе. Будет, конечно же, в моем паблике. Там будут всякие фотоотчеты и тому подобное. Ну, все, в общем-то. Так, пешком пойдем. У меня сейчас руки немного заняты. Молтун. Снова. Собирают долги. Мы же никому не показали, что я в бухер вошел. Закрышу, закрышу. Сколько я должен, Саша? Миллион. Чекар. Все, еще проблемы будут там. Звони там, что, разберемся. Ну, в принципе, он тебя должен нормальный. Усилок не купил? Нет. Провода тоже не. Пратно идти, ну. Глян, для него, в принципе, за 2000 усилок возьмешь, хватать будет. Он будет подобрал. Ну, вообще, ну, сколько у вас? 300, 350. Да? Это номинал. Максималка 500. Зачем тебе максималка, когда он не раскачает? У меня даже, понимаешь, у меня вот эти, которые стоят, вот там двойная катушка, вот такая вот. Вот, они максималка 600. То есть, и то, ну, ты же сам сидел, как они у меня басят. Он, блядь, что, автомобильный, что ли? Нет, ты что, дурак, что ли? Он, это, в телефоне стоял. Ботин тяжелый. Масса, блядь. Блядь, дай-то защитить. Ну, вот он служил мне всеми правдами-неправдами. Мы в универ ездили его сухие. Да-то я, кстати, я сам клей размазал. Клепный, а? Не, он так-то заебись у кого-нибудь басил, да? Ну, для начала-то нормально, я с ним сколько год ездил я, он меня устраивал. Я сейчас что-то, это, охуел. Два Урала ставлю. Что еще ватк? Ты еще подвес, что ли, заставил? Да. Хули нет-то? Блин. И сколько вот пары стоит? Две тысячи. Нет, нормально, в принципе. Ну, нормально, я дорогие-то не беру. Это сваты, да? Да. Я евро-обшивки хочу. Сюда? Да. Под плюор? Нет-нет-нет. У Стаса видел же? Нет. Да у него, блин, хуйня какая-то. Ну, у него вот обшивки, я говорю, продаж, он такой, нет, я на них катаюсь. У него вот тут одна колонка, кстати, я говорю, я куплю у тебя эти обшивки, свои отдам еще, вот эти отдам. Я просто их, знаешь, переделать хочу, то есть евро-обшивки, они вот тут вот, линия такая пиздат идет. Слушай, они, ну, по-другому, смотри, без вот этого карпета, там вот этого его нету. И вот одному чуваку отослать, Фростов, он тут мне, короче, три колонки на два сгунет, короче, дырки под них. Все заделает? А это нахуя. Типа хром. Хром подтаскивает. Ну, а ты что думал, блин? Нихуя. Ты посмотри, у меня крышка какая сейчас, багажника. Смотри, не поднимается даже. Видишь, пружина на максимальном, и там, и там натянута. Ну. Не поднимается. Это тоже? Они обклеили. И я все в одного клеил. Получается, вибра. Я обшумовал кто? В драйвер. Не, крышку я сам шумовал. Вот тут видишь, тоже. А за сколько ее? В шкире. Кого? Ты что снимаешь? Кого в шкире? Не спешил. Намка, что ли? Да. А еще кого? Нет. А, я доехал в Сырловское область. Правда, еще до ЭКБ километров 200. ЭКБ километров 200. ЭКБ-т Правда, еще 천к. Все weapon is there. После этого тут frock each had to smash Braga. Темпер, я была очень хороша. Кого в ш tie kryop hiper? Знаю. Ну что такое тв로? Все сез ressort billions. Ну как надо всё понимать.